всем привет с вами в 11 игровой день подарил некоторую неожиданность слегка я даже не ожидал и был в шоке от этого ну начну по порядку во первых мне уже не хватает золота так как я пробую улучшить снаряжение 3 звезды уже смог подбить кинату и нафармил кристаллов и всего прочего и начал крафтить вещи 3 звезды а уж прокачать их стоит много золота золотишко сейчас прям на вес золота странное словосчитание но уж так есть в темпости активно веду застройку можно конечно сбавить темп но работа есть работа надо чтобы огород строился сутками ой огород город и вот мне не хватило чуть-чуть денег на кузницу так как ивинг продолжается нужно усиливать темных персонажей а для этого надо побить темного босса чтобы фармить кристаллы тьмы да если сейчас нафармливаю усилию темных персонажей я могу с легкостью потом фармить хинато 236к что для меня является первостепенной задачей перейти на новый уровень 206 перебраться на 236 это мне даст молотки с помощью которых я могу эволюционировать эволюционировать мои оружие экипировку доспехи на 4 звезды что даст неплохой бус моим всем героем моей идеи сегодня завалим темного орка на уровне нормально стихия тьма подвержена слабости со стороны света у меня есть король газель который имеет сильные усиливающие навыки который хорошо поднимает атаку силу крита шанс критического удара и все это на первом скетче стоит всего лишь 40 единиц души навыков не так уж и дорого сказка не персонаж были бы его клоны в других стихиях не было бы ему цены надеюсь что все таки в игре появится его клоны с таким же навыками конечно сорком думал будет легко с помощью алисы ронда это трехзвездочный персонаж который умеет водить врага в стан но шанс очень маленький сначала прошел с помощью нее просто на шестом ходу менял персонажа на алису использовал навык стана если срабатывал то бил дальше босса в надежде добить его за два оставшихся хода перед тем как он нанесет массовый урон всем персонажем и унесет их с поля боя а потом себя еще от хелик на хороший 40 процентов и потом его практически будет бесполезно бить потому что добьешь но если добавь не срабатывает у алисы ронда в виде стана то придется начинать заново у меня бывало такая ситуация что 10 раз подряд начинал заново и не было стану обидно первой задачи по мне сейчас является побить всех боссов 206 чтобы получить экипировку 3 звезды и начать потихоньку переодевать персонажа для того чтобы к хоть как-то усилить предыдущем видео про боевую систему говорил что в игре главное делать комбо удары чтобы наносить большой урон по врагам а для этого нужно как больше иконок одного цвета или одного персонажа так вот если поставить только два персонажа в отряд то у нас колоде будет только пять душ но чисто теоретически будет много шансов получить иконки для собирания хороших цепочек для комбо а на боссе тьмы хорошо будет бить хорошо прокаченный персонаж света у меня это газель света вторым в пати у меня стоит бенемару тьмы поставил его из за того что благодаря ивент он одет прилично да и прокачен очень хорошо даже лучше чем газель в защитниках у меня стоит рамерис который усиливает атаку светлых персонажей в итоге вы сами видите что получилось я был слегка в шоке от этого но это так а вот что делать дебафать на защиту или кидать баф на атаку газелю зависит от иконок если много иконок газеля то бафаю атаку и шанс критического удара если много иконок бенемару то дебафаю на защиту врага ну если накопится полоса божественной защиты то баф от рамирис будет весьма кстати и о у босса полоска тает хорошо следующий раз попробую собрать еще одного персонажа свет и отправиться покорять орка тьмы на 236 тысяч мощности два героя смогли победить темного орка невозможно и возможно когда сила отряда 96к победила врага силы в 206к вполне реально и вы это сами видели главное сочетание навыков и стихий дерзайте экспериментируйте у вас все непременно получится подписывайтесь на канал если еще не сделали этого нажимайте на колокольчик пока пока